здравствуйте дорогие ребята сегодня у нас алгебра и у нас сегодня контрольная работа то есть мы закончили главу анализ данных посмотрели с вами статистические характеристики прорешали комбинаторные задачи сегодня мы проверим сами себя сначала я подробно объясню как выполнять контрольную работу а дома вы сами сделаете эту работу самостоятельно первое задание запишите пожалуйста в чемпионате по футболу участвует 15 команд сколько всего матчей будет сыграно на чемпионате если каждая команда должна будет сыграть на своем поле и на поле соперника вот ребят смотрите формула какая-то умножить на n минус 1 то есть 15 умножаем на 14 и 200 10 матчей если у нас тут будет 10 команд 10 умножаем 10 минус 1 то есть на 9 если 8 команд 8 умножаем на 7 если 25 команд 25 умножаем на 24 вот такую закономерность вы должны соблюдать значит ответ 210 матчей вторая задача восьмом классе проводят уроки по 13 предметам в расписании на вторник написано 5 уроков по разным предметам сколькими способами можно составить расписание посмотрите вот какой-то один принят предмет взяли математику у нас 3 13 предметов значит на первое место у нас можно поставить 13 вариантов есть выбора на второе место остается сколько вариантов математика занята то есть остается 12 вариантов на третье место 11 вариантов и так далее мы занимаем 5 мест то есть последовательно идет у нас произведение чисел 13 12 11 10 и 9 и наш ответ 150 4440 видите сколько у нас вариант а если бы у нас было 10 предметов и 6 уроков то есть 10 умножаем на 9 умножаем на 8 умножаем на 7 и так далее до 6 множителей запомнили как решать переходим к следующей к следующему заданию сколькими способами можно рассадить двух человек на 5 стульях вспомнили да что это размещение размещение из 5 по 2 формула размещения у нас а из н по к числителе 5 факториал знаменателе 5 факториал знаменателе 5 минус 2 факториал что такое 5 минус 2 это 3 3 факториала это произведение чисел от единице чисел от единицы до 3 5 факториалов произведение чисел от единицы до 5 сократив вот эти первые три числа 3 множителя ответ находим 4 же до 5 20 ответ 20 способов а если бы у нас было там 5 книг правильно было бы 5 5 и 5 4 задание сколькими способами можно расставить на полке 6 различных книг по математике вспомнили да как это как это решается это у нас н факториал то есть 6 факториал ответ 720 способов а если бы у нас было там 5 книг правильно было бы 5 факториал а если бы задача была немножечко по-другому сформулирована например у вас лишь есть 5 чашек вы должны разложить их на 5 блюдцев это будет уже 5 бактериал следующее задание 5 самое последнее задание но это задание объем этого задания очень большой найдите среднее значение моду медиану размах составьте таблицу частот построить полигон частот для выборки вот там наш ряд он беспорядочно составлен так вариативный ряд что мы должны сначала сделать правильно то есть мы сначала должны составить упорядоченный ряд то есть по нарастающий и обратите внимание у нас самое наименьшее число это минус 5 самое наибольшее число это 10 нам это понадобится когда будем вычислять размах первое от нас требует найти среднее значение это и есть среднее арифметическое то есть надо сложить все числа и разделить на их количество сколько их 10 10 то есть мы сложили все числа получилось 22 разделили на 10 ответ две целые две десятые первое задание мы сделали второе задание найдите моду ряда обратите внимание какое число повторяется больше всего раз конечно это пятерка три раза повторяется это есть частота этого числа то есть частота числа 5 равна 3 значит наша мода 5 медиана то есть посмотрим на упорядоченный ряд нам нужно найти число которое стоит посередине таких чисел 2 как мы находим медиану правильно находим среднее арифметическое 5 плюс 2 пополам 3 с половиной значит медиана этого ряда равно 3 с половиной размах как мы раньше уже говорили размах это разность наибольшего и наименьшего числа наибольшее число у нас 10 наименьшее число минус 5 и их разность равна 15 вот мы нашли моду медиану размах и среднее значение что осталось осталось построить таблицу частот и полигон чисел посмотрите внимательно как мы построили таблицу частот обратите внимание минус 5 сколько таких чисел правильно одно число 1 минус 2 таких чисел уже 2 значит частота равна 2 двоечка один раз встречается а вот пятерочка это мода этого ряда она встречается три раза восемь один раз 10 один раз и это есть что таблица частот то есть мы с вами построили таблицу частот а теперь строим полигон чисел обратите внимание как мы строим полигон чисел то есть минус 5 1 минус 4 1 минус 2 в два раза повторяется видите два один раз пять три раза восемь один раз и 10 один раз то есть у нас вот такой получился полигон то есть не что иное как график теперь ребята чтобы проверить свои знания решите пожалуйста в своих учебниках на странице 211 задание проверить себя таким образом вы сделаете контрольную работу уважаемые ребята мы с вами на уроке геометрии рассматривали задачу который назывался маяк но есть и продолжение этой задачи давайте рассмотрим это задание посмотрите у нас был шаблон который определял период маяка сколько секунд маяк излучает световые сигналы течение минуты помните у нас был период 5 секунд сколько секунд же излучает в течение минуты давайте просмотрим до 5 секунд за 5 секунд сколько у нас света 1 и 2 2 секунды света что мы делаем чтобы решить эту задачу то есть за 5 секунд два раза излучает свет за одну минуту в одной минуте 60 секунд 60 делим на 5 12 периодов в каждом периоде по 2 секунды света то есть у нас 24 4 секунды излучает моя в течение минуты 24 изучает свет приведенной ниже сетки построить и график возможны последовательно световых сигналов маяка который горит в течение 30 секунд каждую минуту обратите внимание период этой последовательности должен быть равен 6 секундам вы правильно заметили что в одной минуте по 30 секунд два раза то есть что получается пара за меньше значит есть если у нас 6 секунд два раза меньше света должно быть то есть сколько света правильно 3 секунды света у вас может быть разный шаблон ну например вот такой я вам предлагаю то есть вот раз два три секунды света и три секунды темноты вас может получиться и другой шаблон попробуйте дома сами составить подобный шаблон за 6 секунд думаю задание было понятно всего хорошего до новых встреч здравствуйте уважаемые ученики сегодня урок истории узбекистана в восьмом классе для вас проводит преподаватель школы 51 юнусабадского района города ташкента доценка ольга валерьевна мы сегодня с вами ознакомимся с темой государственное управление каканском ханстве наш урок предполагает знакомство с планом это территория ханства и его население государственная система управления в ханстве и мы ознакомимся с вами с вышестоящими должностными чинами ханстве продолжим как вы помните на предыдущих занятиях мы с вами ознакомились с картой которая дает нам представление о расположении трех узбекских ханств которые появляются к середине девятнадцатого века на карте средней азии что же мы здесь с вами можем увидеть эта территория каканского ханства как вы помните из предыдущих занятий она была расширена и на севере границы предполагали это границы были с российской империи разделяла их только степь затем мы с вами продолжим знакомство с территорией это будет территория на западе и границы каканского ханства связаны были с бухарским эмиратом и хивинским ханством если мы говорим с вами о территории и границы на востоке это были территории которые присоединены были во времена правления модели хана и конечно большое значение имела и особый статус ташкентское бегство давайте ознакомимся с этим подробнее как я вам уже говорила туркестан представлял собой три самостоятельных государства мы впервые с вами услышали о бухарском ханстве затем это было связано с изменением статуса бухарский эмират и к середине 19 века правящей династии были мангыты если мы говорим с вами о хивинском ханстве то к этому времени династия правящие это кунграты и конечно каканское ханство мы с вами уже ознакомились с представителями династии династии мингов продолжим как уже вы по карте и могли составить представление о местонахождении ханства мы с вами можем дальше продолжить работу в тетради и сейчас я вас хочу попросить чтобы вы открыли свои учебники сегодня это параграф 34 страница 125 вы можете записать в своих тетрадях дату тему составить план и мы продолжим с вами дальше можно еще раз с вами договориться о том что вы будете выделять наиболее важные события даты а также термины записывать словарь исторических термин это будет предполагать вашу творческую деятельность и так давайте ознакомимся на востоке ханство граничило с восточным туркистаном на западе с бухарским эмиратом и хивинским ханством на севере с российской империи и землями казахских джузов или ханств на юге границы ханства убирали в себя такие горные массивы как каратегин куляб дарбас и шугна что мы здесь с вами видим это одна из открыток представлен здесь фасад здания да наверно вы догадываетесь это речь идет о городе каканде столице каканского ханства на что мы можем обратить внимание что к этому времени административными торговыми культурными центрами были такие города конечно как какан ташкент андижан маргеллан наманган узген ош туркистан и чемкент вы можете работу с картой продолжить и найти эти города на карте также мы должны с вами вспомнить о том что географическое месторасположение ханства было очень удобным но большое значение имело что земли каканского ханства были богаты полноводными реками красивыми долинами и плодородными землями о каком же составе этническом составе населения ханства идет речь для этого мы можем с вами сравнить и знакомство наших по предыдущим темам было связано с бухарским эмиратом на территории которого проживали узбеки таджики туркмены каракалпаки казахи бухарские евреи арабы персы индусы цыгане и другие народы когда мы говорили с вами о хивинском ханстве основное население конечно составляли узбеки но на территории ханства проживали также и каракалпаки казахи туркмены персы арабы и другие и вот мы с вами подходим к этническому составу каканского ханства конечно же основную часть населения составляли узбеки но здесь также население делилось на оседлое кочевое и полу кочевое и представлено оседлое в население было не только узбеками но и таджиками также были родоплеменные союзы кочевых народов и здесь имеется ввиду что киргизские и кипчакские вожди племен участвовали в захвате власть значит и месторасположение их тоже находилась на территории ханства также здесь проживали уйгуры каракалпаки евреи и татары и сейчас я хочу вам предложить маленькие зарисовки какие же типы народности сформировались к середине 19 века по этим изображениям вы видите как насколько отличалось обмундирование обычных чиновников которые задействованы были в управлении ханством это представители узбекской знати затем мы можем обратить внимание что и внешний вид таджикских представителей народа тоже в общем-то не очень отличался но все-таки они не могли себе позволить более качественную и дорогостоящую одежду здесь представлены на рисунках это типы народной родности относящихся к казахам это вы видите связано с отличием во внешнем виде и киргизы и последнее хочу вам сделать также замечание что мы конечно не можем в достаточном количестве зафиксировать проживание туркмен на территории каканского ханства но такие народы основная массой проживала на территории хивинского ханства в дальнейшем мы с вами должны будем ознакомиться с тем что как правитель хан имел абсолютную власть и из предыдущих тем вы знаете что они продолжали свой путь во власть через междоусобицы и конечно давайте ознакомимся с термином абсолютная монархия это государство глава которого становился монарх кто такой монарх это единоличный глава государства получающий власть как правило в порядке наследия и передавал он эту власть тоже по наследству здесь представлен административно-территориальное отделение ханства давайте еще раз сделаем сравнительный анализ три ханства три государства самостоятельных средней азии наиболее из них выдающимся мы конечно называем бухарский эмират это было деление на 40 бег и проживала на территории 2 миллиона человек для сравнения в хивинском ханстве это было всего лишь 800 тысяч человек и 18 бег и 2 наибства теперь же мы должны с вами разобрать какое же административно-территориальное отделение было в коконском ханстве проживала на территории хоконского ханства 3 миллиона человек административной единицей было бегство но также я хочу вам сделать пояснение что любая административная единица в ханстве она считалась военным округом и эти военные округа предполагали наличие войск во главе каждого военного округа стояли хакимы значит и они возглавляли эти войска значит административное территориальное отделение это области районы поземельно-податные участки а также мы уже говорили с вами это были города кишлаки аулы а большие и малые объединялись оксакальство управлялись советом оксакалов системы управлений бухарского эмирата хивинского ханства коконского хаз были схожими давайте прежде чем перейдем к коконскому хансу вспомним о каких чинах мы должны говорить когда говорим об управлении это военное управление дворцовое управление управление конечно которое было со статусом религиозным это во главе стояли шейх ул-исламы и сами правители которые могли обладать неограниченной властью даем также комментарий что в хивинском ханстве рядом находился совет теперь рассмотрим систему управления коконского ханства хан обладающий абсолютной властью да у него есть совет да во главе государства стоят наиболее доверенные лица но так сложилось что наиболее значимые должности в ханстве занимали военные именно военные были во главе исполнительной власти центральную власть возглавлял минк баши он тоже мог быть главнокомандующим дальше мы продолжим с вами центральное управление религиозное управление мы можем с вами предположить что значение и влияние духовенства в коконском ханстве не было таким значимым как в бухарском эмирате но на территории коконского ханства первую очередь большое значение придавалось религиозному образованию а также и воспитание какие же были еще а варианты управления давайте посмотрим по должностям значит государственная власть была представлена династиями что мы видим с вами на этой таблице хивинское ханство бухарский эмират коконское ханство давайте вспомним зададим себе вопрос название хивинского ханства связано с должностью и во главе государства стоял хан значит династия мы с вами называем ее кунграты бухарский эмират во главе стоял эмир середине девятнадцатого века правящей династии были мангыты коконское ханство во главе стоял хан династия минги глава центрального управления здесь мы с вами вспоминаем что управление могло быть связано с местным управлением и центральным управлением а также именно представители духовенства военная власть судебная власть и во главе духовенства могли быть не только шейху ли ислам и в хивинском ханстве это был накип здесь иллюстрации как выглядели государственные чиновники у них были также печати система местного управления вы ознакомитесь с учебником также я хочу предложить вам чтобы вы продолжили эту работу с текстом учебника на страницах 126 и 127 обратите внимание что у нас есть разные варианты творческого задания вы можете работать с учебником вы можете работать со слайдами работать с терминами с исторической картой а также составить кластер кроссворд или синквей какие у нас могут быть для этого примеры исторический синквей это возможность вспомнить из пяти строчек мы составляем с вами историческое событие или же историческое какое-то виде текста сообщение в данном случае управление слово существительное два прилагательных управление было центральным местным три глагола хан владел чем землей власть передавал по наследству опирался на духовенство три глагола владел передавал опирался четвертое это составить из четырех слов предложений давайте попробуем должностные лица делились на категории у моро и у ламу здесь в данном случае я хочу вам предложить что вы самостоятельно посмотрели на странице 126 что означает у моро и у ламу это речь идет о том что во главе чиновников связанных с государственными вопросами стояли у моро если вопросы были религиозного характера во главе стояли у ламу и последнее существительное имеет синоним какое управление было связано с властью а власть была абсолютно значит абсолютная монархия также мы можем предложить вам с вами продолжим работу с кластером кластер составляется по часовой стрелке государственное управление это была абсолютная монархия духовенства ханну помогали близкие родственники а также правящие круги других племен вы можете составить дополнительно сами на сегодня наше задание ознакомиться с текстом учебника и ответить на вопросы которые находятся на странице 127 спасибо за внимание до скорых встреч а агар яшши тасарруф клинса хамиша и этарличе вақ топш мумкен и йоган гетты хечкемде копрох вақт болмайды барчамызге вақт тенг берлиян амма копчилгимызды вақттан унумлый файдалын шумуаммасы мавжуд вауны тоғры речелештаршны болмаймыз буй са инсанге салби тасыр көрсетады сіз вақт ингиз кандайу тупеткенлигене ва кун давамыда хеч нарсаге улгурмай кольген вақт ингиз нэ сезмай каласыз бундай халатларны олданы олуш үчин біз сізнің вақт ингиз нэ башқарыш нинь еттіта кайдасын ны такдейм етамасы вақт ингиз нэ башқарыш үчин файдалы маслахаттлар дафтар ингизге вақт ингиз нэ оғырлайдген нарсалардын язин агар сіз вақт ингиз нэ кераксес нарсаларгі коп сарфлюатген болсангиз хамда мухун вазифаларны бачарыш үчин ятарли вақт ингиз болмасы бұ халатны қайтаттан көріп чықыб үн өзгөртірин дайми рәвишті өз үстінгізді үшлэн барчамыз үчин мураккап халат бұ өз үстімізді үшлэштір хар дайым хам дыққатны бір жағыгі топла бұран бір үшні бачарышны өзі болмайды албатты үз үнгізді файдалі конікмаларны шәкілләнтірі шучын бір ой давамыды шу үш білан мұнтазам шуғылансангиз өз 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 үстінгізді үшлэш конікмасыны шәкілләнтірі алсангиз ғарқандай тоскларны беймолол еңгіп ұта оласыз күн, хафта, ой ва үл үшін үшләрінгізіні анық режасын тузығын Бұндай реже ва бәджәнілші шарт болген вазифалар рөй қат ярдамыды. Сіз көп вақт сарфланадыян үшләріні сін үш көбілік білен корып чықыр, айны вақтті хамдай кейінге режеләштірілген үшләріні анықләш мүмкін. Китаб оқиын. Сіз үстәлген жайды, навбатты, жамауат транспорттыды, табиятты, китаб оқиш үнгіз мүмкін. Бүнің үшін шү адыфи тарзлаттан лайын. Бұл тез қарар қабуыл қылшге, ордан берады. Дангесалік білан көрәші. Шүні йодды түтін кие, сіз үш үткезіб юбарген вақт, хечі қачаң қайтып келмайды. Бұл түніңгізден бе үх үндің фәйділген мағын. Бе фәйді үш үшін үш үшін 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 үшін, білан бағын байжарин. И одни, иди, больше, иди, иди. Очень радостно. Здравствуйте, дорогие учителя. С вами учитель английского языка Бадалова Гульмира Абдувалиевна. Good morning, dear pupils. The theme of our lesson today – environment. Today we are going to revise our topic. Сегодня мы будем повторять нашу тему. We will do some grammar exercises too. Мы также выполним несколько грамматических упражнений. Let's begin our today's lesson from revising vocabulary. Давайте начнем наш сегодняшний урок с повторения пройденных слов. Look at the pictures and name the words. Посмотрите на картинки и назовите слова. First. Recycling. Переработка. Waste. Отходы. Food waste. Пищевые отходы. Protection. Защита. Natural resources. Природные ресурсы. Renewable. Восстанавливаемый. Greenhouse effect. Парниковый эффект. Habitat. Среда обитания. Pollution. Загрязнение. Desertification. Опустынивание. Water. Вода. Forest. Лес. Global warming. Глобальное потепление. Deforestation. Deforestation. Вырубка лесов. Fossil fuels. Твердое топливо. Solar power. Солнечная энергия. And now, after revising the words, we are going to revise our grammar material. А теперь, после повтора слов, мы повторим грамматический материал. Well, first, we are going to revise model verb should. Should. Сначала мы повторим модальный глагол should. Dear pupils, you know that model verb should is used for giving advice. Дорогие ученики, вы знаете, что модальный глагол should мы употребляем в значении совета. Should переводится у нас должен should, shouldn't не должен. Well, and now you will give some examples. А теперь мы приведем некоторые примеры. First, waste of factories pollute the air. Отходы фабрик загрязняют воздух. And we can say, they should use filters. И мы можем сказать, они должны использовать фильтры, то есть фабрики. Next one. Deforestation is harmful to the environment. Вырубка лесов вредна для окружающей среды. Our sentence is, we shouldn't cut down trees. Мы не должны вырубать деревья. It's a good advice. How do you think? Это хороший совет, не правда ли? Well, next one. And now you are going to have tests using model verb should. А сейчас мы будем решать тесты, в которых используется модальный глагол should. You will look at the picture and try to guess what answer is correct. Вы посмотрите на картинку и скажете, какой ответ правильный. First one. You shouldn't cut down trees. Вы не должны вырубать деревья. You shouldn't throw rubbish on the ground. Вы не должны выбрасывать мусор на землю. You shouldn't burn leaves. Вы не должны сжигать листья. You shouldn't pollute seeds. Вы не должны загрязнять моря. Okay. And the right answer is B. You shouldn't throw rubbish on the ground. Правильный ответ B. Вы не должны выбрасывать мусор на землю. Next picture. You should recycle used batteries. Вы должны перерабатывать использованные батарейки. You should use public transportation. Вы должны использовать общественный транспорт. You shouldn't throw paper. Вы не должны выбрасывать бумагу. You shouldn't watch TV. Вы не должны смотреть телевизор. And the right answer is answer A. You should recycle used batteries. Правильный ответ – это ответ A. Вы должны перерабатывать использованные батарейки. Next one, please. Well, and now you will look at the picture and answer the question according to the sentences. First picture and first sentence. There are a lot of endangered sea animals, so… Мы прочитаем предложение и ответим на следующие вопросы. Выберем правильный вариант. Существует много вымирающих морских животных. И поэтому… First answer. We shouldn't use private cars. Мы не должны использовать частные машины. We should use filters. Мы должны использовать фильтры. We should plant trees. Мы должны сажать деревья. We shouldn't pollute seas. Мы не должны загрязнять моря. So, pupils. The right answer is D. We shouldn't pollute seas. Next one. Forests give us oxygen. Леса дают нам кислород. The first one. We should put them in recycled treasures. Мы должны выкидывать их в урны. B. We should save forests. Мы должны сохранять леса. C. We should use filters. Мы должны использовать фильтры. D. We shouldn't waste electricity. Мы не должны использовать зря электроэнергию. So, pupils. The right answer is answer B. We should save forests in order to have oxygen. Правильный ответ. Ответ B. Мы должны охранять леса, чтобы они давали нам кислород. So, pupils. Look at the next picture and find the correct answer. We should plant trees. Мы должны сажать деревья. We should save forests. Мы должны охранять леса. We shouldn't cut down trees. Мы не должны вырубать деревья. We should start to protect our environment. Мы должны начать защищать нашу окружающую среду. And the right answer is C. We shouldn't cut down trees. Правильный ответ C. Мы не должны вырубать деревья. Next one. Look at the pictures. We should put our litter in waste bins. Мы должны выбрасывать свой мусор в урны. We shouldn't throw our litter on the ground. Мы не должны бросать мусор на землю. C. We should pollute the environment. Мы должны загрязнять окружающую среду. Правильно ли это? Конечно же, нет. Нет. We should keep our environment clean. Мы должны содержать нашу окружающую среду в чистоте. Well, and the right answer, according to the picture, is A. We should put our litter in waste bins. Мы должны выбрасывать свой мусор в урны. И теперь давайте приступим к выполнению нескольких грамматических упражнений. Откройте свои учебники на страничке 78. Here you can see some grammar exercises. Здесь вы можете увидеть несколько грамматических упражнений. Dear pupils, we are not going to do all of them. Дорогие ученики, мы не будем выполнять все упражнения. We only try to review them and give some examples. Мы только повторим некоторые из них и дадим несколько примеров. Grammar exercise 1. The task is help the school director finish the notice. Помогите школьному директору закончить замечание. Write more sentences. Напишите больше предложений. Before you leave the building. Перед тем, как вы покинете здание. What must be done? Что должно быть сделано? And the example will be. И пример будет таков. All those must be closed. Все двери могут быть закрыты. First grammar exercise is 2. Read the Sun Town School rules and match the two halves. Второе задание посвящается в школе Sun Town. Вы должны прочитать предложение и составить две части предложения. For example, school uniform must be worn at all times. Школьная форма должна носиться каждый день. And the next exercise is grammar exercise 3. Use the table to make the sentences. Вы должны посмотреть на табличку и составить предложение. And now, dear pupils, let's check your answers. А теперь, дорогие ученики, давайте проверим наши ответы. Грамматическое упражнение. Грамматическое упражнение номер 1. Пожалуйста, проверьте свои примеры. First one. Before you leave the building, all those must be closed. Перед тем, как вы покинете здание, все двери должны быть закрыты. Next one. Before you leave the building, all windows must be closed. Перед тем, как вы покинете здание, все окна должны быть закрыты. Third one. Before you leave the building, all books of the library must be given back. Перед тем, как вы покинете здание школы, все книги должны быть возвращены в библиотеку. Before you leave the building, floors must be cleaned. Перед тем, как вы покинете здание, все полы должны быть вымыты. Before you leave the building, waste paper baskets must be emptied. Перед тем, как вы покинете здание, все корзины с мусором должны быть пустыми. Before you leave the building, all lights must be turned off. Перед тем, как вы покинете здание, свет должен быть выключен. Next one. Следующее. Grammar exercise 2. Let's check your answers. Давайте проверим ваши примеры. School uniform must be worn at all times. Школьная форма должна носиться постоянно. Second one. No jewelry may be worn at any time. Нельзя носить ювелирные украшения в школу. All pupils should be polite. Все ученики должны быть вежливыми. No pupil may be absent without a note from his or her parents. Ученики не должны отсутствовать в школе без записки родителей. All homework must be handed in on time. Все домашние задания должны быть сданы вовремя. All pupils must come to school on time. Все ученики должны быть в школе вовремя. No food may be eaten during lessons. Во время уроков нельзя кушать. The pupils and exercise 3 connected with grammar can be your homework. Грамматическое упражнение номер 3 будет вашим домашним заданием. You can check your answers. Вы можете проверить свои ответы. You can give following ideas. Вы можете привести в пример следующие идеи. He got very fat of eating too many sweets. Он стал очень полным из-за того, что кушал много конфет. She forgot to water the plants and as a result they all died. Она забыла полить цветы и в результате они завяли. The water was not clean and they were all ill. Вода не была чистой и они все заболели. Okay, dear pupils, at home you will continue this exercise. Хорошо, уважаемые ученики, дома вы продолжите это упражнение. I think the lesson was interesting for you. Я думаю, урок был интересен для вас. See you next time. Goodbye. Увидимся в следующий раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аль Streмод finalement district 3. Продолжение следует... Отоаннелар, хозыргей болеларгей дам алыш мухом емаз депксоп лешады. Амма болеге макитабтан кейн бир саат ухлап алыш тавсиет лады. Уй-вазифасы. Уй-вазифасын кечки саат 16.00-дан 18.00-гечки бачараши максад ки муафақ. Чунки айнешу вақытта, организм еш учен иджаби ешлейді. Басамарадарули коэффициентт ашады. Кечки дам алыш вақытта. Уй-вазифасын келі болгемдан са, болуге тазу хавады саир келеш джуду фойдали. Пиады саир келеш боланы браз чалғытады ва уттунды якшырок кухлайды. Агар болы саир келеш орныге уйда хатрачам ойынларны ойынашны хохласы, унге раджауапуны бермей. Кечки ауқат. Кечки ауқат, саат 19.00-дан кечки тирилмаслик тавсиек келинады. Кечки ауқат, еңгел болшы лазын. Уй-куғи кеч вақты, уй-куғи кечтен аудын, парзан тенгізге китаб оқу берің. Вауңге яғадыган машху нотлар ұчын, ярым саат бош вақты еңгізіні аджиратыш тавсиетілады. Болы күм тартабы ке еңгел мослаш ше ва яхшу хлаш ұчын, уны бір хіл вақтта ятып тұрш ке орғатыш лазым. Күш болшы ке қарамай, ячтан авал, болы ның хунаслыге хава алмашып тұрш тавси қылынады. Болы кеч кечен ұтырмасылығы ке шанч хасыл қылын. Акс қолды, уй-куғы ның гетарлы болмасылығы чарчақ, ватананин психологик функциялары бізілішігі алып келады. Ячтан алын, болы кетаб оқып берің, елкей мақтап тұрш кен муфақаттыны мақтайң. Зіра болы, яқш кәйфет білен, бұл күгі кетсін. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елизавета Александровна, и сегодня мы проведем с вами урок в восьмом классе. Тема сегодняшнего урока – действие магнитного поля на проводник с током. Значит, более подробно действие магнитного поля на проводник с током изучил ампер в 1820 году. Для этого он провел опыт, а для опыта ему понадобились такие приборы, как источник тока, амперметр, ключ, сам магнит и проводник, по которому будет течь электрический ток. Проводник у нас подвешен на нитях, которые способны проводить этот электрический ток, то есть наш проводник может перемещаться свободно. Значит, все эти приборы подключили вот таким вот образом к источнику тока в цепь. Когда ключ замкнули, проводник, который находился под влиянием магнитного поля, начал передвигаться. Давайте более подробно с вами рассмотрим силу, действующую на проводник с током со стороны магнитного поля. Силу, действующую со стороны магнитного поля на проводник с электрическим током, мы будем с вами изберять с помощью чаши, на которой мы будем помещать грузы. Смотрите, когда мы замкнули цепь, наш проводник отклонился. Теперь на чашу весов мы подберем такой груз, чтобы проводник вернулся в свое первоначальное положение. Затем мы увеличим силу тока в два раза. Проводник опять отклонился. Мы добавляем еще один такой же груз, и проводник возвращается на свое исходное положение. Это нам доказывает, что сила, действующая на проводник с током, у нас зависит от силы тока, протекающего в проводнике. Мы опять открыли ключ, добавили второй магнит, тем самым мы увеличили длину, на которой действует магнитное поле. Замыкаем ключ, и у нас видим, что проводник с током опять отклонился. Добавляем один грузик, угол поворота нити немного уменьшается, но если добавить еще один такой же грузик, наш проводник с током возвращается в свое первоначальное положение. Сила, которая действует со стороны магнитного поля на проводник, в котором протекает электрический ток, зависит еще от длины проводника, на которой действует магнитное поле. Если же мы с вами поменяем направление тока в проводнике, в нашей цепи, то проводник у нас будет отклоняться также в другую сторону. Значит, из всех этих выводов Ампер вывел формулу силы, действующей со стороны магнитного поля, на проводник с электрическим током. Эту силу назвали в честь самого ученого силой Ампера. Она равна произведению магнитной индукции на силу тока и длину проводника, который находится под действием магнитного поля. Значит, соответственно, L — это и есть длина проводника, находящегося под действием магнитного поля. И — это у нас есть сила тока, и B — это магнитная индукция. С этим параметром мы с вами познакомились на прошлых занятиях. Магнитная индукция — это и есть силовая характеристика магнитного поля. Физический смысл магнитной индукции — это и есть величина, численно равная силе, действующей на проводник с током со стороны магнитного поля, на проводник длиной 1 метр и проходящему перпендикулярно силе в 1 Ампер. Значит, мы с вами знаем, что магнитная индукция у нас измеряется в Теслах. Значит, как еще можно определить направление силы, действующей со стороны магнитного поля? Для этого мы воспользуемся с вами правилом левой руки. Ладонь левой руки нужно расположить так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в ладонь. Четыре пальца должны нам показывать направление силы тока в проводнике. Тогда отогнутый большой палец под 90 градусов показывает нам направление силы, действующей на проводник со стороны магнитного поля. Посмотрите, руку поместили между магнитом так, чтобы его силовые линии входили в ладонь. Четыре пальца показывают направление тока в проводнике, наш проводник. Тогда проводник будет отклоняться наверх, вот в эту сторону. Значит, если взять два проводника, по которому будет течь электрический ток, то их взаимодействие похоже с взаимодействием постоянных магнитов. То есть они могут либо отталкиваться, либо притягиваться. Давайте с вами посмотрим их взаимодействие на опыте. Для опыта нам понадобится установка. На установке закреплены два провода, способные через себя пропускать электрический ток. Один из проводов может свободно двигаться. Вы можете наблюдать, он может к первому проводнику либо приближаться, либо отдаляться. Переключать электрический ток в проводниках мы будем с помощью ключа. Значит, в одном из положений ключ может менять направление электрического тока в проводнике. То есть мы можем создавать параллельные и антипараллельные токи вот таким вот образом, переключая ключ. Значит, чтобы наша установка работала, нам, конечно же, нужно ее подключить к источнику тока. Вот это есть источник тока. С помощью проводов мы подключаем его к клеммам нашей установки вот таким вот образом. Первый провод подключили и возьмем второй провод и также подключим к клеммам. И теперь давайте с вами понаблюдаем, как будут действовать два проводника, по которым потечет ток в одном направлении. Давайте посмотрим. Значит, красной стрелочкой будет обозначаться направление электрического тока в проводнике. Смотрите, если мы направили электрический ток в одном направлении, значит, два проводника у нас подобно магнитам притягиваются друг к другу. Теперь давайте с помощью переключателя попробуем создать антипараллельные токи. Теперь во втором проводнике ток потечет в обратном направлении. Тогда здесь тоже самое, подобно магнитам, два проводника с электрическим током отталкиваются друг от друга. Значит, какой вывод мы можем сделать из этого опыта? Если по двум проводникам токи текут в обратном направлении друг от друга, то в этом случае у нас проводники взаимно отталкиваются. А если же токи по проводникам текут в одном направлении, то в этом случае проводники друг к дружке притягиваются. Как это можно объяснить с помощью физики? Для этого мы с вами нарисуем два токопроводящих проводника прямого участка, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Допустим, в этих проводниках ток течет в одном направлении. Тогда мы с вами знаем, что вокруг любого проводника с электрическим током создается магнитное поле, а значит и силовые линии магнитного поля. Как же тогда направлены силовые линии магнитного поля двух проводников? На прошлом занятии мы с вами проходили правило буравчика. Что гласит правило буравчика? Поступательное движение буравчика должно совпадать с направлением силы тока в проводнике. Тогда вращательное движение буравчика совпадает с направлением силовых линий. Значит, в этом случае направление силовых линий у нас против часовой стрелки. Теперь, если же мы с вами возьмем магнитную стрелку, мысленно поставим магнитную стрелку вот в таком положении, то мы с вами знаем, что силовые линии магнитного поля исходят из северного конца магнитной стрелки и замыкаются на южном концу магнитной стрелки. Значит, с этой стороны у нас будет север, так как силовые линии начинаются с северного конца, а с этой стороны у нас будет юг магнитной стрелки и аналогично с этой стороны нарисуем. Значит, мы с вами знаем, что одноименные полюса магнитов у нас отталкиваются, а разные именные полюса магнитов притягиваются. В этом случае северный полюс притягивается с южным полюсом. Значит, два этих проводника у нас взаимно притягиваются друг к дружке с силой, с некоторой силой. Давайте нарисуем также два проводника, но теперь направления электрического тока у нас поменяются. В первом проводнике направление силы тока останется прежним, а во втором случае направление силы тока изменится. Значит, вокруг любого проводника с электрическим током создается магнитное поле, значит, силовые линии. В первом случае направление силовых линий мы уже с вами определили, во втором случае буравчик будем уже крутить сверху. Направление, поступательное движение буравчика совпадает с направлением силы тока, тогда вращательное движение буравчика совпадает с направлением силовых линий магнитного поля. Значит, также мысленно с вами поставим магнитные стрелки. магнитная стрелка с полюсами и с этой стороны вот таким образом будет выглядеть. Значит, одноименные полюса магнитной стрелки у нас отталкиваются. Значит, и в этом случае у нас проводники будут отталкиваться с некоторой силой. Из этих опытов Ампер установил, и за единицу силы тока принял ток, под действием которого параллельные проводники длиной 1 метр взаимодействуют с силой 2 умножить на 10 минус 7 степени ньютон. То есть, если по двум параллельным проводникам длиной 1 метр течет ток в 1 ампер, значит, между ними действует сила равная 2 умножить на 10 минус 7 степени ньютона. Давайте теперь с вами перейдем к домашнему заданию. Прочитайте тему 53 и ответьте на вопросы на странице 151. Значит, как определяется направление силы ампера, как определяется направление силы взаимодействия, возникающих между параллельными проводниками с током? Третий вопрос. Сформулируйте определение силы тока в 1 ампер. И четвертый вопрос. Мы часто с вами наблюдаем приближение друг к другу или удаление друг от друга параллельных токопроводящих проводов, установленных на столбах. В чем же причина этого явления? Значит, на сегодня урок закончен. Встретимся на следующем занятии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok